Друзья, наконец-то мы выехали с Адлера, уже давно никуда не ездили в центр, вот поехали в Моримол, там интересные какие-то скидки, ну и с ребенком после садика решили проехаться и показать заодно вам дорогу и поговорить с вами на очень интересную тему. Я уже неоднократно, конечно, говорил на эту тему, рассказывал свою историю покупки, почему я решил сразу не покупать готовую квартиру, да, вот, и за последний период времени очень много именно подписчиков, клиентов обращаются ко мне с вопросом, вот они копят денежку на квартиру потихонечку, возможно, будет прибегать к ипотеке, возможно, будет прибегать к материнскому капиталу, и вот эту сегодня тему мы обсудим. Ну, как бы, да, у нас тоже была такая ситуация, мы думали, либо мы берем, может быть, какую-то ипотеку, да, добавляем, покупаем, либо мы инвестируем, либо вообще, как лучше было поступить, ну, была, как бы, дилемма такая, вот. Ну, дело в том, что, мне кажется, основным критерием все-таки послужило то, что мы, когда приехали, когда, вернее, у нас была уже возможность покупать квартиру, у нас еще конкретно не определились, какого мы хотим жить в районе, что, какого жилого комплекса мы выбрали, поэтому мы однозначно решили, что мы еще поживем на съемной, либо узнаем город, и только потом уже будем определяться с покупкой. Ну, и, соответственно, как бы, ипотека у нас отбилась, да, хотя, ну, как бы, да, многие нам говорят, что мы, зато мы не платим проценты за ипотеку, зато мы платим за съемное жилье, но тут тоже, как бы, есть свой плюс, так скажем, то, что мы, я считаю, это своего ресеп, вот такая определенная плата за то, чтобы... Не сделать неправильный выбор. Да. Вот, но дело в том, что, друзья, это не то, что относится к людям тем, кто собирается переезжать, им надо на частную квартиру снимать, да, а именно те, кто дистанционно живет и выбирает квартиру, да, копит, и при этом еще не продают свою квартиру. То есть им есть где жить, просто они копят денежку и откладывают, присматриваются к вариантам. На мой взгляд, рационально было бы, конечно, не прибегать к материнскому капиталу и ипотеку. Почему? Потому что с применением ипотеки все варианты жилья, которые продаются в Сочи, они изначально уже ценник завышен, то есть изначально вы уже будете переплачивать за стоимость за квадратный метр. То же самое касается и применения материнского капитала. В каких-то моментах около 100-150 тысяч минусуют застройщики из-за обналичивания вот этого материнского капитала. Причем будут у вас в дальнейшем сложности с продажей этой квартиры, когда вы применяете материнский капитал. Это всем уже давно известно. Поэтому в каких-то моментах получается с завышением стоимости за квадратный метр и вычитание суммы 100-150 тысяч, 120 тысяч за применение материнского капитала, то есть обналичивание вот этих средств, да, то получается вы, ну, можно сказать, почти что подарили этот материнский капитал. На мой взгляд, в таких ситуациях правильнее, если вам не хватает денег на именно ту квартиру, которая вам необходима для комфортного проживания или переезда, к примеру, да, лучше присмотреться к акционным каким-то предложениям. На этапе строительства что-то взять по выгодной цене, пусть малобюджетное, малоквадратное, да, то, что вам по квадратуре, пусть даже не для вас подойдет, на последующую перепродажу. То есть таким способом заинвестировать деньги, чтобы вы в дальнейшем перепродали и заработали уже на этом деньги, а не откладывая по чуть-чуть, да, то есть ущемляя себя в отпуске, допустим, в каких-то делах, моментах, не покупая какие-то вещи там. Деньги у вас лежат, они должны зарабатывать, поэтому здесь есть такая тенденция, такая возможность, и здесь не вижу никаких проблем. Собственно, мы так же и поступили. Наши родственники тоже говорили о том, что да возьмите ипотеку, живите уже своей, не надо ничего снимать. Но действительно, вы же не знаете, какой лучший вариант вам более подойдет для жизни. Поэтому, друзья, хорошенько подумайте, прежде чем применять материнский капитал, и бежать, брать кредит, рассматривать именно дорогостоящие варианты жилья, которые проходят в ипотеку изначально, да, там, допустим, квартира с ремонтом уже, залазите в долгосрочный такой, так сказать, кредит, это на 10 минимум лет, да, по ипотеке переплачиваете проценты и переплачиваете сразу за стоимость за квадратный метр. В каких-то моментах, может быть, да, жилье может и подорожать в дальнейшем. Если вы покупаете в ипотеку на этапе, там, строительства, к примеру, объект по федеральному закону 214, то надо тоже не забывать, что такие объекты, они долго сдаются, то есть, может быть, это менее как-то рискованно, но, тем не менее, тут, хотя и бывают риски не сданных объектов по федеральному закону 214, но принимаются эти объекты, вот, очень долго. Яркий пример вам, допустим, жилой комплекс «Голубые дали», он уже с Нового года стоит готовый, уже практически вот все, можно уже сдать, но каких-то, видать, подписей не хватает, приемок и так далее, и все это растянулось до проведения чемпионата мира по футболу. Возможно, у них какие-то вообще другие проблемы, но я точно не могу сказать, они, правда, как таковой и не скажут, вот, но, тем не менее, сейчас дату поставили аж конец года. Я надеюсь, что это всего лишь просто, ну, может быть, какая техническая ошибка, может быть, они с запасом просто подстраховались. Я думаю, что сейчас вот пройдет чемпионат, и, возможно, уже будет какие-то подвижки с этим комплексом. Но многие же ведь там взяли в ипотеку, да, платят ипотеку и переплачивают за то, что они не имеют уже, ну, порядком полугода, хотя обещали к Новому году сдать. Вот, друзья, так что подумайте хорошенько по поводу покупки в кредит с применением материнского капитала. Я думаю, что это полезная информация для тех, кто к нам обращается, потому что вижу, что одни и те же вопросы, одни и те же вопросы. И также, в принципе, мы уже хоть и говорили об этом, но у нас подписчики прибавляются, прибавляются новые и новые, и поэтому приходится эту тему снова поднимать. Ну и мудрого вам, друзья, решения. За консультацией, конечно, обращайтесь ко мне, что-то вам подберем, и какие-то интересные варианты инвестиционного характера. Я уже об этом говорил также. Все, хорошего всем настроения. Ставьте лайки, поддерживайте наш канал. Всем пока!